День рождения Арматки День рождения Арматки День рождения Арматки Помимо этого, еще в этом марафоне был момент, от которого до сих пор всех бомбит. Это кейсы на премиум ЛТшку 9 уровня ZTQ-15. И честно, я не понимаю, у меня уже самого бомбит от этих всех комментариев и от этих всех возмущений. Вот как же так, что это за день рождения такой, что нам дают эти кейсы, из которых нифига невозможно собрать эту ЛТшку. Итак, начнем с того, что вам дали шанс, помимо БВПшки, которую вы точно на халяву получили, вам дали шанс еще получить премьум 9 уровня. Я напомню, это премьум 9 уровня, как ни крути. А почему-то все это воспринимают так, что арматка обязана была дать 100% шанс забрать этот ZTQ-15. Алло, это премьум 9 уровня, где вы видели, чтобы вот так просто легко раздавали на халяву такой танк. Вам дали возможность, и я знаю точно, у многих этот ZTQ-15 собрался. То есть, там не было какого-то мифического шанса собрать, типа, что вообще без вариантов. Многие ZTQ-шку собрали и рады. Тем, кто не собрал, я предлагаю уже перестать ныть, собраться, соберитесь в тряпки и дождаться той возможности, когда... Я понимаю, что да, у некоторых там вообще реально жесть, там 99 частей. Но я просто уверен, что арматка даст еще возможность эти кейсы вам добрать, чтобы вы точно собрали до конца этот ZTQ. Ну, то есть, не получится так, что вы, типа, такие эти кейсы открыли, да, у вас там реально там 95-99 частей и все, типа. И они будут валяться, и вы обломались с ЛТ-шкой. Я думаю, что в ближайшее время, не знаю, когда у меня инфы нету, да, но появится возможность добрать эти кейсы и до собрать ZTQ-15. То есть, так или иначе, у вас она появится в ангаре. Ну, а тем, кому уже повезло собрать ZTQ, еще есть дополнительная новость. Да, помимо этого марафонного контракта юбилейного, у нас еще с сегодняшнего дня заезжают еще небольшие такие активности. Ну, во-первых, до 22 октября будут работать на сервере бонусы, получаемым во всех боях кредитом и опыту. Так что, хороший шанс для того, чтобы прокачаться так нормально, ускориться. И, помимо этого, с сегодняшнего дня, то есть с 18 октября, с 17.00 по Москве и до тоже 22 октября в игромаркете вас ждет подарок в честь юбилея Armor Warfare. В этом подарке будет что? Собственно говоря, будет тот самый облик Аквилла для ZTQ-15, то есть той самой ЛТ-шки, которую некоторые смогли получить в этом марафоне юбилейном. А помимо этого облика будет тематический аватар, там флаг пятилетия проекта, декали всякие и 7 дней прем-статуса. То есть, я напоминаю, мы день рождения Арматки начали праздновать еще с Дня Танкиста. И юбилейный марафон как раз был в преддверии этого дня рождения. Просто сейчас, я уверен, некоторые в комментариях напишут, типа, О, ну охренеть, просто какой классный подарок на пятилетие игры. Облик на танк, который мы хер получили. Нет, не совсем так, да, этот облик до кучи дается вам к тому самому юбилейному марафончику небольшому, да, где вы точно смогли бы получить, если участвовали, БВП-шку эту в 80А. И плюс, да, некоторым выпала еще и премиумная ЛТ-шка, этот ZTQ-15. Так вот, а в любом случае, облик и 7 дней прем-статуса, помимо всех этих декалей и флагов, я думаю, точно будет не лишнее. Опять же, да, если у вас, даже если вы не смогли собрать этот ZTQ, забирайте себе облик, облик довольно-таки неплохой. И как только появится возможность эти самые кейсы как-то добрать, то, я думаю, вы точно сможете себе в итоге собрать эту ЛТ-шку и уже выкатывать с новым обликом. Я понимаю, что все любят халявку, но, честно говоря, у меня уже начинает бомбить от всех этих комментариев, в которых возмущаются, ну как так, какого хрена я не смог собрать целую ZTQ-15. Блин, да, классно, что вообще дали шанс получить эту ЛТ-шку. И некоторым повезло, да, некоторые воспользовались. Но у нас уже реально народ, некоторые просто подохренел, я так уже думаю. На самом деле, они почему-то считают, что им должны были эту ЛТ-шку дать. То есть, хрен с ним, там, БВП, ой, БВП, это пятый левел, это все херня, то, что им там дали. Вот мне должны были, за то, что я играю в эту игру, дать девятого уровня, да, прем ЛТ-шку ZTQ. И вот не меньше, не больше, да, должны были. Ну да ладно, в общем, все, я, так сказать, отбомбил. Что у нас дальше? Разработчики в последнее время нас постоянно какой-то движухой развлекают. И так же будет и сейчас. Буквально на днях заканчивается юбилейный контракт и стартует рейд. Уже точно известно, когда этот рейд будет. Потому что уже объявили техработы на понедельник, 19 октября. С утреца техработы пройдут и после них запустят тот самый рейд. В общем-то, да, там были какие-то изменения, поэтому его немножко задержали. Обещали вроде как на этой неделе, но в итоге вот только в понедельник. Потому что там некоторые задания поменяли, но в целом, как будут все подробности по рейду, когда он уже стартанет, я сделаю отдельное видео по нему. И помимо рейда вернется китаец с фугасами, которые немножко переапали. Так что в понедельник уже сможете покатать на этих машинах. Ну и помимо этого небольшие всякие правки, в том числе и многие касаются Абрамсов. Потому что Абрамсов недавно визуально переделали и вместе с этим там, как обычно, да, заехали различные всякие такие косички. В частности, связанные с обликами на танке. Вы знаете, как это бывает у нас, да, когда замечательный такой момент, когда ты ставишь какой-нибудь облик, а у тебя внезапно с этим обликом танк становится какой-нибудь там дырявый или еще что-нибудь. В общем, там тоже были подобные моменты, но их уже все исправили. И в целом могу отметить, насколько оперативно, я такой вообще первый раз честно помню на моей памяти, насколько оперативно они исправили косяк с фугасами на китайцах. Буквально заезжает обнова, в этот же день они такие, ага, понятно, с китайцами косяк, на следующий день их язык просто убирают и буквально через пару дней возвращают, пару дней возвращают и уже нормально, да, все это исправлено. Это очень круто, вот этого в арматке мне всегда не хватало, оперативности, исправления каких-то косяков, которые заезжают с обновами. Ну, а на этом у меня все, еще раз поздравляю и разработчиков, и всех, кто давно в эту игру играет с пятилетием арматки. Счастье, здоровье, долголетие ей, и чтобы она настолько радовала и как можно меньше огорчала. Ну, а я для вас, как обычно, да, все так же, уже в течение пяти, больше, уже пяти лет, работаю и делаю для вас стримы и видосики, так что, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, не забываем ставить лайкосы, пишите свои комментарии и увидимся в новом видео. Всем пока!